Кто будет воровать российские деньги в Мариуполе вместо арестованного за министра Шойгу Иванова? Насколько катастрофические убытки терпит Газпром? И когда США откажутся закупать уран в России? Про это и не только. Сегодня в программе «Ваши деньги». Я Сергей Мальнев. Начинаем. Почти 40 кораблей и катеров Черноморского флота уничтожили или серьезно повредили защитники Украины. Потери России на море эксперты оценивают уже в 4 миллиарда долларов. Остатки ЧФРФ командование пытается прятать в Новороссийске, но спасет ли их это? Считаем и разбираемся. Около 80 боевых кораблей, катеров и до 200 судов обеспечения. Такой был потенциал Черноморского флота Российской Федерации до полномасштабного вторжения в Украину. Мощью морских сил неоднократно хвастался кремлевский диктатор Владимир Путин. Наш военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность страны. Гарантия этому – уникальные образцы вооружения. Но главное здесь – мужество и выучка флотских экипажей. Но все это уже в прошлом. Из-за решения начать большую войну против Украины, Путин и его команда подписали смертный приговор Черноморскому флоту страны. С этого времени украинские защитники поразили 36 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения врага. 18 из них утоплены, некоторые критически повреждены. В целом, ВСУ уменьшили потенциал морских сил РФ более чем на 4 миллиарда долларов. И это при том, что Украина не имеет собственного флота, посчитал Форбс. Если говорить про Черноморский флот, то на сегодняшний день его потенциал уменьшен на треть по боевым единицам флота. Это в целом, если брать по количеству. Восстановить они его не смогут, потому что таких кораблей уже не строится. Особенно это серьезно касается больших десантных кораблей. Самая дорогая для России потеря – ракетный крейсер «Москва». Его стоимость оценивают в 750 миллионов долларов. Сейчас он покоится на дне Черного моря. Еще 570 миллионов долларов стоила подлодка «Ростов-на-Дону». Это одна из самых дорогих и современных субмарин России. В нее попали, по крайней мере, две ракеты, которые существенно повредили корпус и внутреннее оборудование. Хоть Москва заявила, что повреждения небольшие, снимки «Ростова-на-Дону» доказывают, что подлодка полностью выведена из строя и не подлежит восстановлению. На ней сейчас также находится боевой корабль «Саратов». Он первый зашел в оккупированный порт Бердьянска и доставил военную технику для российской армии. Он же первым пошел ко дну благодаря успешной атаке украинских войск. Стоимость «Саратова» – 75 миллионов долларов. А вот наиболее массовые потери российского флота по количеству единиц среди десантных кораблей. Так, ВСУ уничтожили 4 корабля проекта 775, а еще 3 значительно повредили. Стоимость каждого – примерно 21 миллион долларов. Их основная функция была в проведении десантных операций морской пехоты. На борту можно было разместить до 15 БТР и до 120 человек. Но после неуспешной попытки высадиться в Одесской и Николаевской областях, десантные корабли начали использовать в логистических целях. На них доставляли военные грузы из Новороссийска в Севастополь и Бердянск. Значительно сократилось и количество малых кораблей и катеров. Так, из строя выведены Всеволод Бобров, фрегаты Адмирал Макаров и Адмирал Григорович, разведывательный корабль Иван Хурс, морской тральщик Иван Голубец и много других. По факту Украина смогла вывести из строя треть Черноморского флота России. В основном ВСУ применяют ракеты «Нептун» и морские дроны «Макурова-5». Они способны нести заряд весом до 450 килограмм на расстояние до 800 километров. Стоимость такого дрона примерно 270 тысяч долларов. Их очень сильно боятся оккупанты. Мы начали использовать дроны «Камикадзе» Службы безопасности Украины и Главного управления разведки. Это привело к тому, что враг вынужден был постепенно перевести самые боеспособные корабли Севастополя в Новороссийск и элементы штаба флота. В море они выходят очень редко. Это контрастирует с тем, что на начало войны 40-45 кораблей и судов противника находились в море. Украина доказала всему миру, что даже без собственного флота можно уничтожать врага. Большую часть подбитых кораблей Россия уже никак не восстановит. Как и не построит новые на замену тем, которые уже лежат на дне Черного моря. И чем дольше будет продолжаться преступная война России против Украины, тем беднее и меньше будут становиться военно-морские силы РФ. А далее разоблачаем очередное вранье Путина о том, что «Газпром» якобы крепко держится на плаву. На самом деле цифры говорят об обратном. Российский газовый гигант идет на дно. По итогам 2023 года он показал чистый убыток в 629 миллиардов рублей. И это наихудший показатель в истории. В чем же причина катастрофических убытков «Газпрома» и что будет с ним дальше? Смотрим. Все помнят, как кровавый политик неоднократно угрожал заморозить страны ЕС в ответ на поддержку Украины. Ни к чему хорошему для тех, кто принимает это решение, не приведет. Во всех публичных выступлениях Путин и его команда утверждали – без российского газа Европа загнется. Будем траву жевать, но не дадим России заработать ни одного евро. Но, как оказалось, загнулась не Европа, а ведущая компания России «Газпром». Впервые за 25 лет корпорация заявила об убытках из-за остановки поставок в страны Европейского альянса. Так, за прошлый год газовый гигант потерял 629 миллиардов рублей. В долларах это около 7 миллиардов. Это не только первый убыток компании после дефолтного 1999 года, но и худший результат за всю историю существования корпорации. Иногда смотришь, прям удивляешься, что они делают. Согласно отчетности группы компаний, входящих в «Газпром», выручка в 2023 году по сравнению с 2022 сократилась на 27%. Так, корпорация выручила лишь 8 триллионов рублей против 11 триллионов ранее. При этом заработок на «Голобом» топливе упал вдвое, в частности с 6,5 триллионов рублей до 3 триллионов. Главная причина ущерба – сокращение экспортной выручки от продажи газа в Европу. Поставки упали на 56%. 66 миллиардов кубометров в 2022 году до 29 миллиардов кубометров в 2023. Интересно, что ни одна европейская страна не вводила санкции на российское голубое топливо. Фиаско «Газпрома» – это последствия высокомерной политики Путина и его прихвостней. Объем рынка газа российского, который был представлен в Европе, сократился с 37% до 8%. Что случилось? Почему такое резкое падение? Это тот классический вариант, когда россияне сами себе выстрелили в ногу. Они активно использовали газ как метод политического давления на Европейский Союз в 2022 году. Европа тогда очень быстро начала искать альтернативу. И ей это удалось. После чего российский газ стал уже не нужен. Кроме того, в прошлом году кремлевский режим активно искал деньги на войну против Украины. Поэтому увеличил финансовую нагрузку на «Газпром», дополнительно повысив налоги на добычу полезных ископаемых. В прошлом октябре на форуме «Российская энергетическая неделя» Путин заявил, что корпорация чувствует себя уверенно, спокойно, справляется. Несмотря на снижение поставок и доходов. Российский топливно-энергетический комплекс работает стабильно. Производственные и финансовые показатели устойчивы. Благодаря действиям компаний и властей. Не стоит верить и сказкам диктатора о плодотворном сотрудничестве с Китаем. Развивается экспорт российского газа в Китайскую Народную Республику. Убытки корпорации оказались заметно выше ожиданий аналитиков. И их не удалось компенсировать экспортом газа в Поднебесную. Более того, Пекин только воспользовался безвыходной ситуацией Москвы. Поэтому если искупал российский газ, то за гроши. Ну вот представьте себе, на тот момент Китай покупал в России газ по 450 долларов. Его сжиживал и отправлял в Европу, где продавал по 2,5 тысяч. Нормальный вариант для китайцев, конечно. Что получилось по результату? Россия резко упала в объемах поставки газа. Проблемы «Газпрома» только начинаются, считает экономист Олег Пензин. В Европе на компанию активно подают в суды за невыполнение контрактных обязательств. Суммы исков измираются в десятках миллиардов долларов. Сейчас официально есть заявление представителей газовой компании Германии, крупнейшей, по поводу того, что они уже подали в Сокгольский арбитраж на «Рао Газпром» с требованием возместить в связи с нарушением контрактных условий и выплатить штраф в размере 15 миллиардов евро. При этом нужно понимать, что активов «Рао Газпрома» в Европе на сегодняшний момент хватит для того, чтобы они были заморожены, проданы и покрыты эти убытки. Так что проблемы с российским газом в Европе только начинаются. И, конечно, за все эти ошибки кремлевского режима в конечном итоге заплатят сами же россияне. Правительство РФ уже подняло цены на газ для потребителей. И это явно не последнее повышение. Коммуналка-то большая уж больно. На все повышают. Путин и его команда своими кровавыми и циничными решениями отравили все. Экономику страны, международное сотрудничество и даже нефтегазовый сектор. С такой властью самый худший враг будет казаться другом. После нашумевших арестов замминистра Шойгу, Тимура Иванова и его подельников в Мариуполе начался передел сфер влияния. Временно оккупированный украинский город, оказывается, был чуть ли не главной коррупционной кормушкой Иванова. Он наживался на строительных подрядах. Теперь же вместо него воровать ваши деньги в Мариуполе какое-то время будет вице-премьер Хуснулин. О каких суммах и схемах речь показываем. Целью громких арестов дельцов Министерства нападения России во главе с замминистром Тимуром Ивановым режим пытается изобразить якобы борьбой с коррупцией. Это не борьба с коррупцией. Это клановые войны. Это драка бульдогов под ковром. И это потрясающе. Потому что сейчас все эти бульдоги будут перегрызать друг другу глотки за то, чтобы получить, наверное, одно из самых хлебных мест, которые есть в Министерстве обороны. Тимур Иванов был правой рукой министра обороны Сергея Шойгу и курировал все масштабные военные распилы, то есть стройки. Например, возведение главного псевдохрама армии захватчиков. Строительство исторически одна из самых коррупционогенных российских сфер. Это знают все, кто занимаются этой самой сферой. Откаты там достигают каких-то космических денег. Космических еще иронично, потому что в том числе речь идет про космодром Восточный. Поэтому борьба за этот лакомый кусочек сейчас развернется нешуточная. А в разрушенном Мариуполе главным подрядчиком Министерства нападения называли компанию «Олимп Сити Строй», тесно связанную с замминистра. По данным журналистов, только в 2022 году ее выучка выросла вдвое – до 47 миллиардов рублей. Не выросли только обещанные мегастройки. Ведь львиная доля денег просто оседала в карманах Ивановой компании. Заниматься даже сугубо боковыми подрядами на территории без права и контроля, условно поставляя утеплитель для труб, можно за считанные месяцы обеспечить себя на всю оставшуюся жизнь. Когда поток денег, которые никто не считает, встречается с закупками и работами, которые никто не проверит – это ни с чем не сравнимо. Это клондаик. А человек, который доступ к этому клондаику курирует – профильный замминистра обороны по строительству. Первый после бога. Его подпись стоит дороже нефтевышки. Но в конце апреля 2024-го Иванова внезапно арестовали прямо на рабочем месте. Его подельник, глава «Олимп Сити Строй» Александр Фомин, также в СИЗО, как и другие сообщники. Неужели и правда всерьез решили, что взятком бой? Конечно же, нет. Тот, кто его сейчас свалил, победил в какой-то невидимой, но фантастической по масштабу аппаратной войне. Теперь те миллиарды долларов, которые шли через Иванова, пойдут через кого-то другого. Теперь другая группа интересов перехватит эти бесконечные потоки. И журналисты известного центра досье выяснили – перехватить их может никто другой, как вице-премьер Марат Хуснулин. Марат Хуснулин всю жизнь на государственной службе. Сначала он был министром строительства Татарстана, пока Сергей Собянин не перевез его в Москву. Жителям столицы Хуснулин мог запомниться как куратор знаменитой программы реноваций. Тогда жителей панельных домов расселяли в новые многоэтажки. Дома сносили, а освободившиеся места застраивали. Застраивали разрушенные дома от селённых москвичей именно компании-партнёры Хуснулина. У которого только недвижимости хватит на небольшое государство. Мы во Франции. Здесь в 2017 году один из офшоров «Портерс Групп» – фирма «Максодона» – купила у банкира Юлия Милюкова старинная особня. Меньше часа до центра Парижа. 500 шикарных квадратных метров, парк в 70 соток, балюстрады, шпили и даже отдельный вход для прислуги. Стоимость такого поместья – 160 миллионов рублей. И это только один из активов семейства. Строители всегда пользовались у нас уважением, как создатели. Это стало ещё и героической профессией. Так что вам большое спасибо и всем, кто решал стоящие перед страной задачи. Ну и куда же без шикарной яхты? Производитель описывает судно как мощное, тихое и быстрое. Обещают, что от Майами до Багам можно добраться всего за 45 минут. В стандартной комплектации на нижней палубе находятся три гостевые каюты – ванна с душевой и кухня. На верхней палубе – просторная гостиная. На носу и крыше – пространство для отдыха и солнечных ванн. На корме – пляжная зона. Стоимость судна – 11 миллионов евро только в стандартной комплектации. Или 800 миллионов рублей. Хотя сам Куснулин уже не сможет насладиться этой роскошью из-за западных санкций. И, видимо, замахнулся на новые рубежи. А это контракты минимум на 130 миллиардов рублей. И невиданные даже по меркам путинизма распилы. И как же ему это удалось? Александр Фомин из Олимп-сити-строя попал в поле зрения ФСБ еще в 2017 году. Тогда его компания якобы с махинациями строила бассейн для водолазов на территории Рязанского воздушно-десантного училища. Делу не дали хода. Но результаты проверки могли стать удобным поводом для шантажа. С одной стороны, на Фомина давили материалами. С другой – обещали спокойную жизнь. Если сдаст Иванова. Даже сохранить бизнес, если пойдет под Куснулина. То есть силовики по команде просто достали давно припрятанный компромат о воровстве. Все прекрасно обо всем знали. И знали годами. Вторая линия финансирования восстановления Мариуполя – гражданская. Деньги распределяет другая публично-правовая компания. Единый заказчик в сфере строительства. Это креатура Марата Хуснулина. Он добился ее создания в 2021 году. И теперь возглавляет наблюдательный совет. Финансирование Мариуполя по военной линии после этого будет дискредитировано. А значит, деньги пойдут по гражданской линии Хуснулина. Более того, в структуре Хуснулина теперь проводят аудит всех объектов Иванова. Очевидно, чтобы найти нарушения и отобрать у нее остальные подряды. С отрывом от других там лидирует некое общество Политехстрой, имеющее на конец 2023 года авансы на 17 миллиардов рублей. Второй по величине авансов подрядчик – ТАТ Инвест Граждан Проект из Татарстана. В 2002-2010 годах предприятием руководил Ирек Файзулин. Сейчас это министр строительства и ЖКХ, заместитель Хуснулина в НАП-совете единого заказчика и в целом близкий вице-премьеру человек. Не менее интересно выглядит и третий по значимости подрядчик – общество «Монотрекстрой». Его совладелец – бизнесмен Марат Хафизов, которого издание «Лайф» описывает как члена команды Хуснулина, перебравшегося следом за ним в Москву из Татарстана. Вот и еще одно подтверждение – арест Иванова и Компании лишь передел сфер влияния и финансовых потоков между кланами кремлевской верхушки. И ни о какой честности, ни о эффективности, или уж тем более о судьбе разрушенных россиянами оккупированных территорий Украины там никто даже и не думает. Из-за нападения России на Украину даже священную корову Кремля – урановый бизнес – кажется, вот-вот пустят под нож. Соединенные Штаты Америки, судя по последним заявлениям топ-чиновников, готовятся отказаться от покупки российского обогащенного урана. Кремль из-за этого, конечно, не рухнет, но вот экономика Росатома серьезно пострадает. Насколько? И можно ли говорить о финансовой катастрофе корпорации? Разбираемся с экспертами. Темные времена ожидают российскую атомную энергетику. Главное, главное – это остановить процесс экспансии этой структуры на другие страны мира. Соединенные Штаты Америки вводят запрет на импорт низкообогащенного урана российского происхождения. Ограничение будет действовать до 2040 года. Поставки урана в Соединенных Штаты приблизительно 1,3 миллиарда долларов. То есть сумма не очень значительная, но, конечно, существенная. Это сырье штатам поставляло российское предприятие Росатом. По информации издания Bloomberg, Россия закрывала примерно 20% потребностей США в обогащенном уране, который используется в качестве топлива для американских атомных электростанций. По сути, страна-агрессор была лидером среди поставщиков. Но Соединенные Штаты Америки смогли найти альтернативу и теперь избавляются от зависимости. Так, недавно американский президент Джо Байден сообщил, что США самостоятельно произвели первые 90 килограммов обогащенного урана. Сегодня я могу объявить, что завод IBW на юге Огайо уже произвел первые 200 фунтов мощного обогащенного урана. Впервые когда-либо произведенного в Америке. И к концу года он собирается произвести почти тонну. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией 100 тысяч домов в стране. Российские эксперты видят в этом серьезную проблему и даже экономическую катастрофу для стратегического в путинской России Росатома. Из-за запрета США Росатом будет меньше производить обогащенного урана на экспорт, что может привести к снижению количества его предприятий, перепрофилированию ряда производств и сокращением. Такое мнение озвучил инженер-физик Андрей Ажаровский. Украинский экономист Александр Савченко настаивает, что сегодняшний запрет США – это только первый шаг к возможным новым неприятностям для экономики страны-агрессора. Ведь поставка сырья – лишь часть доходов Росатома. Это глобальный игрок на мировом рынке атомной индустрии. Он включает в себя этот комплекс проектирования атомных станций, кредитования, поставку оборудования, обучения кадров, поставку сырья и утилизация сырья. То есть поставки сырья – это лишь незначительная часть операции. Пока цивилизованный мир пытается избавиться от зависимости от российского сырья. Франция закупает сырье. Вторым большим игроком поставок сырья для атомных станций есть Казахстан. Ну, Канада, да. И очевидно, что есть и Латинская Америка. Я думаю, что Америка нашла альтернативы. И за полгода, может быть, за год и другие страны найдут альтернативы российским поставкам. Следующий этап, который действительно должен подкосить российскую атомную энергетику, это отказ союзников Украины от проектирования Росатомом электростанций. Нужно сначала, по сути, запретить во всем мире проектировать и строить эти атомные станции. Потом, очевидно, запретить использовать сырье из Раши. И, в конце концов, наладить систему утилизации отходов атомной индустрии. Что, в принципе, можно сделать, но это требует времени. Последствия таких решений будут куда ощутимее. И буквально заберут часть путинского бюджета на войну. Чистый доход от функционирования Росатома, чистый, в долларах, незначительный. Я думаю, порядка 10-15 миллиардов долларов. Но это тоже что-то, да. Это где-то 15% военного бюджета. А значит, у главного российского военного преступника будет меньше возможностей вести войну против украинского народа. В последние месяцы в РФ как никогда ранее возрос спрос на рабочие руки. Обеспеченность компаний кадрами упала до минимума за всю историю наблюдений. Фирмам приходится ограничивать производство. Они все больше нанимают неквалифицированный персонал. Студентов, пенсионеров, мигрантов. К чему приведет этот побочный эффект массовой утилизации россиян в Украине? Смотрим. Российская безработица побеждена. Об этом гордо заявляет Путин. Российская экономика показывает хорошие темпы развития. Путин заявил сегодня Владимир Путин на съезде Союза промышленников и предпринимателей. Президент говорил о росте среднемесячной зарплаты, внутренне валовом продукте и рекордно низкой безработице. Мы сократили ее так называемую структурную компоненту. То есть значительно снизилась молодежная безработица. И безработица в тех регионах и населенных пунктах, где она была исторически высокой. И действительно, это правда. Но есть одно уточнение. На смену безработицы пришел дефицит кадров. А это, по словам экспертов, даже хуже. Обратной стороной безработицы является ситуация, когда возникает огромнейший дефицит. Недостаток работников сейчас на максимуме за все время доступной статистики. А это с 1998 года. Согласно материалам Банка России, проблема нехватки персонала усугубилась как в целом, так и в ключевых отраслях. Компании берут на работу всех подряд даже неквалифицированный персонал. Студентов, пенсионеров, иммигрантов. Снижается порог квалификат, требований по квалификации. Причина потери профессионалов ни для кого не секрет. Всему виной путинская война. Во многом взялся из-за частичной мобилизации, объявленной в сентябре 2022 года. Очень много забирают в армию с сельской местности. По мнению ряда экономистов, не меньше миллиона человек были просто изъяты из экономики на войну или сбежали от нее. Надо учитывать с коэффициентом 2 к 1. Одного забирают, двое убегают. То есть, если они захотят, например, 300 тысяч мобилизовать, это будет плюс-минус миллион уйдет с рынка труда. Минус 300 тысяч мобилизованных, минус сейчас уже 460, а будет 500 тысяч контрактников, это люди, которые не участвуют в производстве благ, товаров и услуг. Они в другом участвуют. Причем именно уехавшие – это критически важный слой населения для будущего страны. Ехавшие, поскольку это самая квалифицированная часть работников, и это уже даже не просто утечка мозгов, а это очень важная для страны утечка мозгов. На жизни обычных россиян это уже сказывается. В ценах и доступности товаров. Чем меньше работников, тем меньше объем производства. И тем дороже конечный продукт. Сейчас в России более чем полууторный рост, то есть 51%, если я не ошибаюсь, сейчас на свеклу. Я связываю этот рост на вот эти отдельные сельхозкультуры с тем, что люди, которые были связаны с тем, чтобы выращивать и, собственно, отправлять ее на прилавок, эти люди, они сейчас в армии. Некоторые последствия можно заметить уже сейчас. Дефицит некоторых товаров напрямую связан с дефицитом работников. В связи с существенной нехваткой персонала, ряд предприятий вынужден либо ограничивать рост объемов производства продукции, либо мотивировать персонал работать сверхурочно за дополнительную плату. А, например, в подорожание хлеба сделал свой вклад недостаток водителей. Говорят, что вот уже очень серьезные темпы роста цен на хлеб, но оптовые цены выросли типа на 10-15%. Причина – подорожавшая логистика. В том числе здесь, сюда, конечно, входит и вот эта тема дефицита водителей. То есть из-за этого это реально ключевая история, которая сейчас вносит вклад в удорожание логистики. Водители забирают на фронт все. Некому везти грузы, которые перевозят эти самые грузовики, трейлеры, которые ездят по всей России. Да и в целом все сферы, в которых есть дефицит кадров, пострадают. Транспорт, сельское хозяйство обрабатывающие – это действительно там, где много людей. И в первую очередь, естественно, исходя из закона больших чисел, берут там, где вот эти большие количества сотрудников. Ну и, соответственно, все эти предприятия сталкиваются с этими проблемами. Многие российские либералы, так называемые оппозиционеры, рассказывают о том, что после Путина начнется новый этап в стране. «Прекрасная Россия будущего», так они это называют. Это красивый лозунг, за которым непонятно, что стоит. Кто будет ставить страну на ноги, если все самые квалифицированные кадры уедут или погибнут на фронте? Это была программа «Ваши деньги». Показываем правду про то, как преступный режим Путина и его война делают всех россиян беднее. Спасибо, что смотрите нас. Встречаемся еженедельно, по вторникам в 16.30, только на телеканале «Фридом». Субтитры создавал DimaTorzok